МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейн Бойне, Хонда Т-телевизор Харакшит. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Радар-спорт». 25 минут все о спорте и здоровом образе жизни с участием жителей нашей республики. И далее не нарушая традиций хроника спортивных событий. С 12 по 15 сентября на Центральном стадионе Республики прошел Кубок России по стрельбе из лука, где лучники нашей республики завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. В Улан-Удэ приехали 200 лучших спортсменов из 20 регионов страны. Также в Бурятию прибыли президент Российской Федерации стрельбы из лука, главный тренер и старшие тренера сборной. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие такие именитые лучники, как серебряные призеры Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Инна Степанова, Ксения Перова и Туяна Дашидаржиева, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, Баир Баденов, участник четырех Олимпийских игр Бальжанима Церемпилов, двукратный чемпион Паралимпийских игр Тимур Тучинов и чемпионка мира Виктория Бальжанова. В личном зачете классического лука чемпионом Кубка России стал мастер спорта Цирен Балтаков и мастер спорта международного класса Анна Балсукова, серебряные медали у Эрдема Ирденеева и заслуженного мастера спорта Натальи Эрденеевой. В командном классическом луке женская сборная, в составе которой выступили Анна Балсукова, Наталья Ирденеева и Татьяна Бильтрикова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Мужская команда заняла второе место, в ее составе стреляли Евгений Топхаев, Цирен Балтаков и Эрдем Ирденеев. В блочном луке мужская команда также на втором месте пьедестала, а женская на третьем. 19 сентября в гостях у нашей республики побывал, пожалуй, самый знаменитый российский баскетболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Целью однодневного визита звезды был мастер-класс для всех неравнодушных к баскетболу, а также встреча с главой Бурятии Алексеем Циденовым, на которой обсудили проблемы баскетбола республики. Утром 19 сентября в баскетбольном зале торгового центра People's Park Андрей Геннадьевич провел открытый мастер-класс для юных спортсменов и просто фанатов этой игры. Поучиться секретам мастерства пришли сотни баскетболистов и баскетболисток, начиная от самых младших и заканчивая старшими. Очень приятный для нас визит, совмещаем приятное с полезным. Мастер-классы, общение с ребятами и, конечно же, рабочие встречи. Обязательно встретимся с главой региона. Для нас первостепенная задача, конечно же, это развитие баскетбола. Здесь отличные кадры, великолепные дети. Чуть-чуть нужно дополнить каким-то посылом или дополнительным финансированием, стимулированием тренеров. Количество турниров необходимо больше. И, конечно же, зал, на мой взгляд, нужен еще один зал, потому что уже всех желающих не вмещает это. Зрители заполнили все трибуны баскетбольного зала. Два часа Андрей Кириленко обучал всех присутствующих технике ведения мяча, показывал упражнения на координацию и многое другое. После чего Андрей Геннадьевич общался с юными спортсменами, раздал всем присутствующим свои автографы и провел фотосессию. А также 20 сентября в Улан-Удэ с рабочим визитом прилетел министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. В Улан-Удэ министр спорта России провел несколько дней, за которые успел принять участие в круглом столе, посвященном реализации инфраструктурных проектов регионов России с применением механизма государственно-частного партнерства, провести совещание по вопросу строительства ледового дворца в Бурятии и обсудить реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы в Республике. После чего 21 сентября Павел Колобков осмотрел крупнейшие спортивные объекты города. Это центральный стадион и физкультурно-спортивный комплекс, в котором министр спорта России, глава Республики Алексей Циденов торжественно открыли республиканскую школу плавания. Далее состоялись соревнования в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров, в которых приняли участие семь команд, в том числе и гости из Монголии. Бассейн школы плавания отвечает всем международным стандартам. Он рассчитан на 10 дорожек длиной 50 метров и глубиной 3 метра, в том числе и с переменным дном 60 и 120 сантиметров. Также бассейн вмещает тысячу зрительских мест. Мы видели боксеров, у которых уже в этом году очень отличный результат и победителей из чемпионата Европы, и в самбо, и в дзюдо, и в вольной борьбе, и в женской борьбе, в стрельбе из дзюдо. Поэтому республика очень спортивная, очень спортивные жители. Поэтому теперь главное нам, мы окажем всю методическую помощь. Я сейчас вернусь, переговорю с Федерацией плавания России, чтобы они сюда приехали, помогли тренерам, помогли тренерам. Ну, конечно, с 50-метровым бассейн, такие условия, но сам Бог велел здесь быть результатом. Все остальное уже зависит непосредственно от тренеров, от спортсменов. А всю методическую необходимую помощь, мы все окажем. 22 сентября в концертно-театральном центре «Феникс» прошел открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Сотня зрителей и 20 лучших спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края вышли на сцену «Феникса» посоревноваться в красоте и силе. Организаторы не гнались за массовостью, а сделали акцент на качестве подготовки конкурсантов. Поэтому к данному чемпионату проходил жесткий отбор, который и выявил двадцатку достойнейших. Судейскую коллегию чемпионата составляли приглашенные судьи с категориями. Также были приглашены и президенты соседних федераций бодибилдинга и фитнеса. Уважаемый телезритель, мы находимся в КТЦ «Феникс», где буквально через пару минут начнутся соревнования по бодибилдингу и бодифитнесу. И представляю вам президентов Федерации Республики Бурятия, Федерации Забайкальского края и Федерации Иркутской области. Ну и начнем с нашего местного, президента Федерации Республики Бурятия, Виталия Кыжановский. Виталий, расскажите, в который раз проводится данное мероприятие? Так, это уже третий турнир, который проводится. Сегодня будет чемпионат открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини. Также в рамках чемпионата будет проходить номинация фитнес-модель, которая впервые будет у нас в Бурятии в двух раундах. Ну и сколько участников заявилось? Так, участников 20 человек. Приезжие кто? Приезжие сборная Иркутска, Иркутская область и Забайкальского края. Наша сборная в количестве скольких человек представлено? Так, семи. Это и женщины, и мужчины, да, все вместе? Да, да, это парни и пятеро девчонок. В каких категориях они были? В категории классический бодибилдинг, фитнес-бикини и фитнес-модель. И Надежда, президент Федерации Забайкальского края. Надежда, вы впервые у нас? Да, наша федерация впервые выезжает на этот чемпионат, но я думаю, это станет хорошей традицией ежегодной. Теперь будем также поддерживать. Ну и, соответственно, наши спортсмены будут всегда приезжать и участвовать. Сколько ребят привезли? Мы привезли троих, но, думаю, будем наращивать. Ну, достойно, наверное, выступите, да? Да, конечно, конечно, безусловно. И президент Федерации Иркутской области Александр Василек. Александр, вы тоже, по-моему, впервые, да, у нас? Да, мы впервые у нас. Сколько ребят вы привезли? Пять спортсменов мы привезли. Ну, такой, разведка. Надо познакомиться, как бы узнать, как принимают. Налаживаем. Налаживаем отношения, да. Ну, у вас в Иркутске тоже очень часто проходят соревнования, на которые приезжают и наши тоже спортсмены. Да, спортсмены из Абайкальского края, Республики Бурятия постоянно у нас присутствуют. У нас через неделю пройдет в городе Шелихово турнир, на котором будут представлены спортсмены и вашего региона тоже. А ваши спортсмены в каких категориях заявлены? Фит-модель, бодифитнес, классический бодибилдинг, фитнес-бикини. Ну, по-моему, получается, всех. Все, спасибо за интервью. Может, будут какие-то пожелания для наших телезрителей, телезрителей нашей республики? Мы очень бы хотели, чтобы Федерацию бодибилдинга Республики Бурятия поддерживали именно местные власти и тренера, которые готовят спортсменов, чтобы количество спортсменов, именно выступающих, не только занимающих в спортивных клубах, но и выступающих, еще росло, потому что это знамя, знамя, которое должно развиваться и равняться на этих спортсменов, должны люди, которые занимаются в клубах, видеть, чего они могут добиться. То есть именно интересно наблюдать, как из гадких утят каких-то превращаются в лебедей. Сегодня мы это увидим. Действительно, очень хорошие спортсменки, да, хорошая мотивация для занимающихся. И прямо хотелось бы пожелать, чтобы не стеснялись, выступали, горели. Это было бы очень приятно. Надежда, у вас какие пожелания были? Ну вообще, на самом деле, спортсменам хочется пожелать удачи, да. Хочется, чтобы в ЛМД развивался бодибилдинг, популяризировался фитнес, да, больше, было больше участников, ну и, соответственно, больше интереса к данному виду спорта. Данный вид спорта достаточно сложный, но, сложно, но можно, да. То есть, соответственно, хочется привлечь людей, для того, чтобы спортсменов становилось все больше и больше. Ну и, Виталий, у вас какие пожелания? Призовите, заниматься всех. Да, обязательно заниматься. Прекрасный вид спорта, эстетичный, красивый. Мальчики, девочки все красивые. Ну, хотелось бы спортсменам пожелать отличного выступления. И, конечно же, весной у нас будет проходить Кубок Республики Бурятии, поэтому готовьтесь, приходите, спортсмены, тренера, готовьте своих спортсменов. Спасибо вам за интервью. Сделаем кадр на память. По итогам выступлений сборная нашей республики заняла первые места во всех номинациях. В номинации «Классический бодибилдинг» абсолютным чемпионом республики стал Владислав Морозов. В номинации «Бодифитнес» на высшую ступень педестала почета поднялась недавно вернувшаяся с декрета в прекрасной физической форме, чем и подтверждает ее золотая медаль Виктория Заикина. В фитнес-бикини чемпионкой стала Наталья Пивнева. И в новой для соревнований по бодибилдингу номинации «Фитнес-модель» абсолютной чемпионкой стала Ксения Кокошко. Далее у спортсменов Кубок Иркутской области, который пройдет 29 сентября. «Фитнес-модель» Работаем каждый день с 9 до 19 часов без перерыва на обед. Огромный выбор качественного спортивного питания для людей, ведущих активный или просто здоровый образ жизни. А также для любителей и профессионалов. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вы хотите снабдить собственный организм полезными веществами и витаминами, то доверьтесь нам. Магазин спортивного питания «Легион». Улица Балтахинова, 17, торговый центр «Удинский пассаж» и улица Калашникова, 11. Сокольный этаж. Семнадцатого по двадцать третий сентября в Словакии прошло первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года, где серебряную медаль завоевала и наша землячка, мастер спорта, победительница юниорского первенства Европы в Риме Евгения Захарченко, весовой категории до 72 килограмм. С 21 по 23 сентября в Кемерово прошел шестой традиционный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава», откуда наши спортсмены привезли четыре медали, два серебра и две бронзы. В Кемерово собралось более двухсот спортсменов из 16 регионов России и 25 стран, в том числе из США, Европы, СНГ и Индии. Поддержать и поздравить борцов приехали спортсмены мировой величины. Олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов, двукратный олимпийский чемпион и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области Александр Брыксин и другие. «Шахтерская слава» – это высоко классный спортивный турнир и по уровню организации, и по составу участников. По своим масштабам «Шахтерская слава» входит в число крупнейших спортивных соревнований в стране. По итогам турнира в копилке у сборной наших ребят четыре медали – два серебра и две бронзы. Серебро у мастера спорта Тамира Гармаева весовой категории 57 кг и у мастера спорта международного класса Арселана Будажапова весе 74 кг. Бронзовые медали у мастера спорта Жаргала Дамдинова весе 57 кг и у мастера спорта Алексея Боровицкого весовой категории 65 кг. С 20 по 22 сентября в Федеральном спортивном центре «Крымский» города Алушта прошел Кубок России по гиревому спорту, где успешно выступили наши гиревики, привезя домой одно золото и три бронзы. На торжественной церемонии открытия Кубка России по гиревому спорту 2018 участников поприветствовал первый заместитель министра спорта Республики Крым Олег Галинач, президент Федерации гиревого спорта России, президент Федерации гиревого спорта Республики Крым. Президент Федерации гиревого спорта России отметил, что это отборочное соревнование, по результатам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате мира, который состоится менее чем через месяц в Латвии и пожелал спортсменам высоких спортивных достижений. В ходе турнира были разыграны 14 комплектов медалей в личном зачете. Более 200 спортсменов из 37 регионов России состязались в трех дисциплинах – в пяти весовых категориях среди мужчин, толчок по длинному циклу и двоеборье. Женщины соревновались в двух весовых категориях и двух дисциплинах – рывок одной гири и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам всех соревновательных дней в копилке у нашей сборной одно золото и три бронзы. Первое место в длинном цикле у мастера спорта международного класса Василия Недорезова, третье – у новоиспеченного заслуженного мастера спорта Сергея Каргина и третье место в двоеборье у мастера спорта международного класса Андрея Рассадина. А также стоит отметить, что сборная команда Бурятии впервые за многие годы выступила в эстафете и поднялась на третью ступень педестала почета. И далее наша рубрика в гостях у легенды. Сегодня мы побеседовали с пропагандистом здорового образа жизни, с человеком, который постоянно соревнуется с самим собой, испытывая себя на прочность, с генеральным директором ООО «Семья», депутатом Народного хурала Республики Бурятия Михаилом Денисовичем Гергеновым. Михаил Денисович Гергенов является ярым пропагандистом здорового образа жизни, активно принимает участие в большинстве соревнований, проходящих в нашей республике. Человек, который испытывает себя на прочность, переплыл в щучье озеро, участвовал в многих марафонах, кроссах, байкальских триатлонах, проплывая в ледяном озере по 750 метров. Активный игрок в футбол и большой теннис, а зимой встает на лыжи. Каждое свое утро, начиная с традиционной зарядки, далее работа, а после длительный кросс. Уважаемые телезрители, ну и собственно сам Михаил Денисович Гергенов, который активно принимает участие во всех спортивных мероприятиях нашего города, нашей республики, можно сказать. Михаил Денисович, расскажите, откуда вы родом, где учились, женились, крестились? Я из Иркутской области, села Новоленина, Осинского района. Родился 52 года назад там, активно занимался спортом в школе и в университете в Иркутске, когда я учился там. На первом курсе я пробежал полумарафон на День Победы в Иркутске. 21 километр? 21 километр с площади Кирова, центральной улицы, до сельхозного института, который находит за городом, в сторону аэропорта города Иркутска. И после этого была медкомиссия, после забега, буквально где-то через неделю-две военно, в те годы не давали отсрочку от армии. И наши многие первокурсники пошли в армию после первого курса, но в связи, может быть, с тем, что у меня была большая нагрузка во время этого полумарафона, или на самом деле мне врачи поставили диагноз прожденный порог сердца, стеноса орта и запретили заниматься и спортом, и с культурой. Дали срочку от армии, потом этот диагноз сняли, слава богу. А как в Лану-Дэ попали? Я продавал заниматься спортом все равно. Как в Лану-Дэ переехали? После окончания Иркутского госуниверситета по специальности инженер-химии, учитель химии, я был направлен в ЧИТУ, комитет по охране окружающей среды, где проработал инженером-химиком полтора года, и после этого был направлен в Боряцкий научный центр, в геологический институт, тоже инженер-химик, где проработал один год. И в 89-м году я создал в Боряцком научном центре штаб МЖК молодежи личного комплекса, создал отряд. И мы члены этого отряда, номер 13, был почти последний отряд на рубеже уже 90-х годов. Мы работали на Загорском кирпичном заводе, делали кирпичи для наших домов, которые мы строили в 113-м квартале. Ну, вы вот сейчас являетесь довольно-таки успешным человеком, бизнесмен, депутат Народного хурала, и вы очень давно популяризируете здоровый образ жизни, то есть активно принимаете участие в лыжных гонках, в футболе, потом кроссы бегаете. Вот сейчас буквально недавно пробежали, вы полумарафон до какого бежали? Половинку? Марафон. А, марафон 42 километра. Как отбежали? Ну, я пробежал в своей жизни, ну, за последние 4 года я очень начал активно заниматься лыжами, хотя лыжи я никогда не бросал, но последние 4 года я начал активно заниматься лыжами. Пробежал за 4 года 8 лыжных марафонов, 6 из них международных. Два раза бегал большой альпинистский марафон в городе Шелихуа. Сколько было километров? 50 километров. Обалдели. И в этом году я пробежал два лыжных марафона. Один в Иркутске на призы компании СЛАТА, 42 километра, по берегу реки Ангара, по набережной. И 12 августа я пробежал в Максимихе, тоже наш международный марафон на призы чемпионки мира от Талии Соломинской, 42 километра. За 3 часа 55 минут улучшил свой результат в Иркутске где-то на 10 минут. Михаил Денисович показал нам свои самые запоминающиеся грамоты, медали и кубки, в числе которых третье место на дистанции 42 километра по ветеранам на первом байкальском марафоне на призы мастера спорта международного класса Натальи Соломинской. Третьи места 2016-17 годов в триатлоне, плавание, велосипед и бег. Медали Барсоевского турнира, которые Михаил Гиргенов не пропускает уже на протяжении 10 лет. Медали пробега вокруг Щучьего озера, кстати говоря, уже четвертый год подряд. Медали соревнований по большому теннису. Хочу отметить, что Михаил Денисович в прошлом году на протяжении 8 месяцев был первой ракеткой республики, а также многие другие почетные грамоты и награды. Совмещая приятное с полезным, то есть работой и спорт, Михаил Денисович проводит немало времени в своем тренажерном зале, где есть необходимые для его здоровья тренажеры. Для нас он продемонстрировал лишь малую часть своего тренировочного процесса. Так я делаю каждый утро, два подхода по 30 раз. Помогает. Если я не сделаю внутренние упражнения, у меня начинает спина болеть. Уважаемые телезрители, мы находимся в таком небольшом зале Михаила Денисовича Гиргенова. В небольшом, но надо сказать, здесь все есть самое необходимое. Вот и тот самый самодельный тренажер, про который вы рассказывали, и турник самодельный, и еще многофункциональный один тренажер. И, как говорите, боли вообще нет в спине. Иногда появляется, конечно, если я очень много бегаю, иногда появляется, потому что бег немного прыжковый вид спорта. Обычно 2-3 дня я, если делаю более усиленные тренировки, боли тоже проходят. Большой пример Михаила Денисовича Гиргенова. Может, будут какие-то пожелания для наших телезрителей? Многие мне пишут, я очень активно пользуюсь Фейсбуком, что бегать зимой, допустим, на лагерях или летом на большие дистанции, это очень вредно. Со мной бегает мой друг, 80 лет ему, сколько-то обозражающих. В этом году он 80-летие встретил вместе со мной на Селегинском часовом беге. Он пробирал около 12 километров, я около 14 километров. Я призываю всех вас в любом возрасте заниматься спортом. Спасибо вам за интервью и сделаем кадр на память. Дорогие друзья, это, как всегда, далеко не все, о чем я вам хотела рассказать. Смотрите нас каждый четверг на канале Тивиком. Теперь в 20.30. Больше двигайтесь. Движение – это жизнь. Прощаюсь с вами ровно на неделю. До хин, улзутара, БРТ. Все для профессиональных занятий фитнесом, гимнастикой и танцами лучшие мировые бренды. Футболки, лосины, платья, гимнастические купальники, рубашки, брюки, предметы для художественной гимнастики, а также ткани для создания костюмов из Италии и Южной Кореи. Магазин «В ритме танца», расположенный по адресу Сахьяновой 9В в здании посудоцентра. Работаем каждый день с 9 до 19 часов без перерыва на обед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова